Что сейчас происходит в Турции? В декабре-январе был ажиотаж с ВНЖ, особенно гражданам РФ. Только ленивый это не обсуждал. На этом фоне даже остановился поток иностранцев в Турцию. Многие приезжали и даже не подавались на ВНЖ, чтобы лишний раз не рисковать и не тратиться на сомнительные мероприятия. А кто-то и вовсе оставался нелегалом, якобы по совету сотрудников ГЕЧ, и, выезжая, просто оплачивал штраф. Но вот за февраль актуальность тема ВНЖ сместилась на страшные и трагичные землетрясения. Вся Турция сплотилась вокруг провинции Хатайе, оказывая помощь пострадавшим и разбирая завалы. Но давайте все-таки обсудим, есть ли какие-то изменения в Турции, а особенно после тяжелой трагедии. Вы на канале Turkey Space, я Алиса. Я Владимир. Начнем. После перенесенного землетрясения, которое разрушило 10 пролинций и убило 45 тысяч человек и тысячи семей, оставило без крова, властями страны были предприняты некоторые меры в отношении старых и рискованных зданий. Обветшалые нелегальные постройки сносят. Государственные больницы по всей стране продолжают подвергаться тщательным проверкам на устойчивость. Министром МВД Турции Сулейманом Сойлу было заявлено, что были арестованы 791 человек в качестве подозреваемых в связи с обрушением зданий в результате землетрясений, 251 из которых были освобождены по решению суда, остальные же были арестованы. По поводу Стамбула были названы самые рискованные районы в случае землетрясения. Запишите себе, если едете в Стамбул, чтобы эти районы вычеркивать как некодные для проживания. Оказалось их аж 10 штук. Буюбчик-Меджи, Авджилар, Зайтинбурну, Эсенлер, Бакджилар, Патих, Белик-Дюзю, Баккепкёй, Бюнгюрен и Сеньюрт. В описании тоже напишем эти районы. Для тех, кто очень боится землетрясений. Да, а что по поводу цунами, которым пугались жители Стамбула, и, кстати, вполне удачно, то специалисты заявили, что вероятность цунами при возможном землетрясении в Стамбуле крайне мала. А даже если будет, то небольших размеров без разрушительных действий. Так что выдыхаем. Да. Кто боялся землетрясений, запомните районы. Кто боялся цунами, выдыхаем. И на фоне землетрясения в стране началась внутренняя миграция. Люди стали переселяться в провинции с меньшей сейсмической активностью. Ну а тем временем в Сирии началась эпидемия кольеры в связи с антисанитарными условиями жизни в результате землетрясения, эпицентром которого стал Кахроман Мараш. В результате заболевания погибли уже 22 человека. Водохранилища Стамбула катастрофически мелеют. Вода водохранилища Пуху-4 снизилась с 94 до 6%. Вода водохранилища Бывучук-Меджи снизилась с 94 до 31%. А вода водохранилища Казандерей снизилась со 100 до 5%. Что будем делать, не знаю. Тут бы цунами не помешало. Да. Президентские выборы решили провести 14 мая. Отсрочек делать не планируется. Борьба за власть перед выборами набирает обороты, используя все речаги для достижения своей цели. До землетрясения оппозиция заявляла о необходимости запретить продавать квартиры иностранцам. То сейчас они заявляют, что в стране необходимо запретить сдавать жилые помещения иностранным туристам. Вот так вот. Но действующая власть, видимо, не согласна с таким заявлением оппозиционной партии. И вводит штрафы в таких провинциях, как Мерсин, Адана и Кунья от 33 тысяч до 331 тысячи лир за непомерно завышенную цену на аренду жилья. Но, возможно, и нет никакого заговора. И эта мера связана с тем фактом, что именно эти провинции приняли больше всего пострадавших от землетрясений людей. И власти пытаются сделать жилье доступным для местных. Но это не точно. Есть мнение, что курс лиры к доллару в следующие 6 месяцев достигнет 21,63. К сожалению, природная катаклизма, поразившая Турсу, привела к нашествию гусениц на поля, которые при этом пожирают урожай. Поэтому ждем очередного подорожания продуктов. А то будто вы только гусеницы в этом виноваты. Да, а то огурцы очень дешевые. А еще в Анталии и Мерсине стали открывать ранее закрытые районы для ВНЖ. Те, которые 1 июля 2022 года были закрыты, считай недавно, и вновь стали выдавать ВНЖ гражданам РФ. Уже есть положительные кейсы. И те вот повальные отказы в Мерсине и Анталии закончились. Если вы живете в названных провинциях, напишите в комментариях, так ли это? Ну как вам новости? Напиши в комментариях, что ты думаешь по этому поводу. И обратную связь к нам можно также ввести в комментариях, ну или через почту, указанную под видео. К желанию, вы всегда можете воспользоваться функцией Супер. Спасибо, чтобы поддержать наш канал, нам будет очень приятно. Вопросами по поводу аренды квартиры обращайтесь на наш сайт, указанный под видео. Обняли-подняли и немножечко хрустнули, чтобы было приятно. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok